Привет! Привет! У нас в гостях сегодня Ира Малышева, тортиссимо, создатель потрясающих тортов или тортов? Тортов. Тортов. Огромных и красивых. Дизайнер, декоратор, кондитер. Так не так? Кондитер, кондитер, декоратор. Мы только что создали этот шедевр для шоу Тани и Даши. Самый интересный момент был это изготовление волос. Наверняка еще куча всяких приемов есть любимых, интересных при изготовлении, да? Расскажи, пожалуйста, какие вот такие штучки еще есть интересные, самые любимые? Самое интересное на самом деле лепить персонажей. А уже как и чем, инструментов на самом деле не так много. В основном руками. Раскрашивание, вот. Самое интересное это аэрограф, потому что действительно как машина раскрашивают. А расскажи, пожалуйста, вот у тебя потрясающие уже торты, очень красивые, интересные. А есть еще к чему-то стремиться или уже все, уже ничего тут не придумаешь? Нет, ну, как бы, есть желание научиться лепить по фотографии, вот, шарже, но это как бы только тренировка. Долгие годы тренировки. Какие твои самые любимые тортики? Детские. Детские, сюжетные, с кучей персонажей, с какие-то сценки, с приколами, с сюрпризами. За какие-то простенькие работы ты берешься или нет? Берусь. Берусь, потому что, ну как, если человеку нужно, почему не сделать? У меня нет такого, что я берусь только за что-то крутое и сложное. Бывает очень простой тортик, но он настолько классно смотрится, что почему не сделать? Идея тортика от кого больше исходит? От заказчика или от тебя, или 50 на 50? Нет, чаще всего от заказчика. Особенно это касается свадебных тортиков, потому что каждая невеста, у нее есть образ, который она вот хочет воплотить. Но если говорят, что мы не знаем, что хотим, конечно, я с удовольствием начинаю что-то выдумывать. Это идет как-то на эскизах, на чертежах, на рисунках? И эскизы, и чертежи, потому что бывает эскиз нарисуешь, а чертеж в размере, ну в масштабе сделаешь и понимаешь, что какие-то идеи не вписываются и начинаешь там подгонять, переделывать. А что бы ты могла посоветовать заказчикам, как выбрать идею, как подойти к выбору торта? Что нужно выбрать? Нужно выбрать тематику, как это выглядит, размер, объем, начинку еще, да? Это все куча пунктов. Ну да, на самом деле самое основное – это внешний вид, а уже идея для этого зависит от того, что там детский, свадебный, детский. Я всегда настаиваю, чтобы исходили из предпочтений ребенка. Даже если он совсем маленький, все равно есть там или любимая игрушка, или любимый какой-то там… Вот у годовалых очень часто любимый пульт есть, вот. Для свадебных, ну там проще, там невеста, ну чаще знает, что она хочет, либо уже оформители что-то подобрали, какую-то тематику, поэтому… А потом уже, да, уже исходя из количества гостей мы определяем размеры. Верой, в последнюю очередь начинку, потому что не во все тортики, ну, какие-то сложные тортики, легкие начинки уже не подходят, нужно поплотнее что-то. А по начинке отличаются детские и свадебные? Нет, не отличаются, но свадебные я в нижние ярусы предлагаю более такие плотненькие, а наверху же можно любую, какую хочешь. Какие элементы декора используются, кроме мастики? Я знаю, с подсветкой делаешь тортики. С подсветкой, да. Ну, это больше как вау-эффект, нежели, ну, как и декораторское искусство тоже. Ну, как это, грубо говоря, относится к подставке, к конструкции. Ну, в основном мастичные у меня украшения, да. Ну, я стараюсь максимально, чтобы было съедобное, вот, все украшения. Но если, как бы, тематика требует, то были и веточки, и... А как рассчитать торт на количество гостей? Ну, обычно берут 150-200 грамм на человека, но если конструкция какая-то сложная, то там уже это правило не работает, потому что очень много вспомогательных элементов. Фотографа при расчете рассчитываете, что он будет кушать торт? Да, похоже, уже надо. Так, но для создания вот таких огромных, очень красивых, масштабных для больших залов тортов используются огромные конструкции с подставочками, с какими-то... Расскажи правила. Значит, если гостей на свадьбе относительно немного, но празднование идет в большом зале, то маленький торт может потеряться на этом фоне. Поэтому тогда мы предлагаем конструкции, в которых участвуют так называемые маляжные части. Они делаются из пенопласта, но декорируются в том же стиле, что и весь торт. То есть мастикой и все украшения на нем съедобны. Получается, что и большой, и красивый, и не надо его потом неделю кушать. Скажи, пожалуйста, вот сейчас был опыт индивидуального мастер-класса для детей, как делать декор торта. Для взрослых, для начинающих кондитеров, декораторов ты делаешь что-то подобное? Мастер-классы, индивидуальные занятия? Нет, не делаю. Очень много запросов, но я очень не люблю учить. Я полгода преподавала студентам алгебры и геометрию и поняла, что это совсем не мое. Хорошо. А торт пришел к тебе после алгебры и геометрии? Да. Сначала я закончила МИХМАТ. Я по образованию математик-программист. Потом был декрет двойной. А потом я вышла на работу дизайнером полиграфии. А потом плавно переключилась на тортики. Первый тортик был для себя или для друзей? Первый тортик был для себя. Было сожжено две пачки зефира. Потом я делала на годовщие. Такой стимул. Потом уже даже не помню. Потом пошло-поехало. Понятненько. Вру. Потом был торт для сына. Я, в общем-то, из-за этого и начала их делать. Потому что увидела в интернете. Думаю, я тоже хочу, чтобы детям такое было. А скажи, пожалуйста, у тебя есть дегустационные наборы? Да. К тебе можно приехать и попробовать все тортики, начинки? Нет, не совсем так. Можно взять их... Ну, я делаю не тортиками, а в стаканчиках. Вот. Их можно взять домой. В кругу семьи спокойно попробовать. Все вместе. Вот. Твоя жизнь сейчас вся посвящена тортикам? Ну, в принципе, да. Ясненько. Какие планы на будущее? Это самый сложный вопрос. Я не готова на него ответить. Есть мечта сделать трехметровый торт полностью съедобный. Без муляжей. Ого. Ну, здорово. Желаю тебе достичь своей мечты уже в этом году. Ой, спасибо. Так быстро. Спасибо большое, что пришла к нам в гости. Дала такой классный мастер-класс. Спасибо вам за гостеприимство. А сейчас будем фотографировать эту красоту. Да. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok